Аркем ТВ представляет Матери правоверных Маймуна бинт-аль-Харис «Альхамду лилляху, ассалату ассаламу аля Расули Аллаху, аля алихи, ассахбихи, аману аля хамма ба'д». Мы завершаем наш цикл лекций, посвященных историям матерей правоверных, последней лекцией, в которой будем говорить о Маймуне бинт-аль-Харис, да будет доволен ей Всевышний Аллах. Она – одиннадцатая по счету из матерей правоверных, чью историю мы изучаем. Ее полное имя – Маймуна бинт-аль-Харис ибн Хазан ибн Буджейр ибн-Уль-Харам из племени Бану-Хилляль. Она была последней женой, на которой женился Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. И она была жива, когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер. Маймуна была из племени Бану-Хилляль. Из жен Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. К этому племени также принадлежала Зейна бинт-Хузейма, о которой мы уже ранее говорили. Они обе происходили из племени Бану-Хилляль. О матери Маймуны, Хинд бин Ауф, приводилось множество упоминаний. За последние четыре года я говорил о ней по меньшей мере четыре раза. Я снова и снова рассказывал вам ее историю, поэтому здесь я не стану ее повторять. Я много раз говорил о том, что Ибн Касир и другие ученые называют ее самой благородной тещей. Мать Маймуны является самой благородной тещей в истории человечества. Так как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дважды был ее зятем. В первый раз в браке с Зейнаб бин Хузеймой, а во второй раз в браке с Маймуной бин Туль-Харис. Другими словами, Зейнаб бин Хузейма и Маймуна были сводными сестрами. Ранее мы уже говорили об этом. Ее зятем также был Абубакр, Хамза, Аббас, Джа'фар, Али и бин Абиталиб. Каждый из них взял в жены одну из пятерых ее дочерей. А последняя дочь, Асма бин Ту'мейс, была замужем сначала за Джа'фаром, потом за Абубакром, потом за Али. Я много раз говорил об этом. То есть, у этой женщины, Хинд бин Ту'ауф, было пять дочерей, и все их мужья стали ее зятьями. Даже несмотря на то, что сама Хинд умерла до прихода Ислама, ее все равно назвали самой благородной тещей, по причине того, кем были ее зятья. В отношении Маймуна бин Ту'ль-Харис передается от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в книге Мустадрак Аль-Хакима. Это верующие сестры. Эти сестры верующие. Первая – Маймуна, жена пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Вторая – ее сестра, Уммуль-Фадль бин Ту'ль-Харис. Чьей женой была Уммуль-Фадль? Уммуль-Фадль была женой… Это очень известный факт. Аббаса, верно, она была женой Аббаса. Ее сестра, Сальма бин Ту'ль-Харис, была женой Хамзой. Также ее сестра, Асма бин Ту'умейс. Все они были сестрами по матери. У них была общая мать и разные отцы. Их мать несколько раз выходила замуж. В этих браках у нее родилось пять дочерей. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, восхвалил этих сестер в данном хадисе. Нам неизвестна точная дата рождения Маймуны. Но, учитывая дату ее смерти, мы можем предположить, что она родилась примерно в 590-594 г. н.э. То есть, примерно за 15-20 лет до хиджры пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда она выходила замуж за пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ей было 23-24-25 лет или где-то в этом промежутке. Тем не менее, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не был ее первым мужем. До него она дважды была замужем. Первым ее мужем был Мас'уд ибн Амр ас-Са'кафи, за которого она вышла замуж до ислама. И он развелся с ней еще до ислама. Затем она вышла замуж за другого мужчину по имени Абу Рухам ибн Абдуль-Узза, который умер, не приняв ислам. То есть, она осталась вдовой. Никто из ее первых мужей не принял ислам. Поэтому вероятнее всего, что она также не приняла ислам в тот период времени. У нас нет сведений о том, когда и как именно она приняла ислам. Нам известно лишь то, что в какой-то момент времени, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, находился в Медине, а она находилась в Мекке, в этот промежуток времени она приняла ислам. Она приняла ислам, когда мусульмане уже переселились в Медину. После смерти своего мужа она осталась без какой-либо поддержки. Поскольку она относилась к племени Бану-Хилляль, в окрестностях Мекки у нее не было никаких близких родственников. Первое упоминание о ней в книгах по Сирии появляется в тот момент, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправился совершить умру. Она, будучи мусульманкой, оставалась в Мекке, в отличие от всех остальных людей, которые покинули Мекку. Напомните мне, в каком году пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправился совершить умру. И как называлась эта умра? Быстрее. В каком году он отправился совершить умру? В восьмом году было завоевание Мекки. В шестом году был заключен худайбийский договор. Что осталось? Седьмой год. В седьмом году он совершил умру, которая называлась «Умра туль-када» – умра возмещения, по причине худайбийского соглашения, верно? Неужели вы уже все забыли? У нас сегодня даже нет тех, кто обычно конспектирует. Что было одним из условий худайбийского договора? Что в следующем году они смогут совершить умру. Это была та самая умра, которая называется «Умра туль-када». Умру возмещения совершили в седьмом году Хиджры. Итак, в седьмом году Хиджры пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил умру возмещения. Маймуна также совершила ее, так как она была мусульманкой. И она находилась в Мекке, она не покинула город. Она также приняла участие в совершении умры. И оказалось, что она сама думала о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, женится на ней, и она станет одной из матерей правоверных. Она поделилась этими мыслями со своей родной сестрой, Умм-уль-Фадль, женой Аббаса. Она была ее родной сестрой, а остальные были сводными сестрами. Об этом мы уже говорили. Ее единственной родной сестрой была Умм-уль-Фадль. Умм-уль-Фадль звали Любаба, и она была женой Аббаса. Итак, она сказала Умм-уль-Фадль, что я одинокая, незамужняя женщина. Возможно, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заинтересуется мной. Затем Умм-уль-Фадль передала эти слова Аббасу. А Аббас, в свою очередь, передал их пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и предложил ему жениться на Маймуне, так как у нее не было мужа, и так далее. В итоге пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил одного из своих помощников. Некоторые передают, что Джа'фара ибн Абиталиба, другие говорят, что кого-то другого. Или Абу Рафи' с предложением Маймуне. Согласно некоторым источникам, Маймуна назначила Аббаса своим опекуном, и тогда был заключен никях. Тем не менее, все это происходило в Мекке во время Умры возмещения. И здесь возникает ряд правовых противоречий, не относящихся к Сире. Ряд классических, очень подробно описанных правовых противоречий. Вопрос заключается в том, когда именно Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, женился на Маймуне. Почему это важно? Ибн Аббас сказал, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, женился на Маймуне, находясь в состоянии их храма. Это достоверное сообщение от Ибн Аббаса. Чем интересно это сообщение, и какие правовые сложности из него возникают? Человеку в состоянии ихрама запрещено жениться, верно? Жениться запрещено. Однако в Сахихе Муслима приводится достоверное сообщение о том, что Ибн Аббас сказал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, женился на Маймуне, находясь в состоянии ихрама. Этот вопрос противоречивый с точки зрения фикха, а не с исторической точки зрения, в какой именно день произошло это событие. Из-за него поднимается целый ряд правовых вопросов. Итак, это сообщение передается от Ибн Аббаса, да будет доволен им Всевышний Аллах. Вы помните, какое отношение имел Ибн Аббас к Маймуне? Она была его тетей. Мать Ибн Аббаса, уммуль-Фадль, была родной сестрой Маймуны. То есть, Маймуна была тетей Ибн Аббаса. Согласно его сообщению, никях был заключен в Мекке. Однако существуют другие сообщения, согласно которым никях был заключен за пределами Мекки, и позже мы перейдем к ним. Как бы там ни было, нет сомнений в том, что согласие на заключение никяха было дано в Мекке. Именно согласие. Сейчас это называют помолвкой. Хотя вам известно, что такого понятия не существует. Однако указание на то, что свадьба состоится, произошло в Мекке, во время совершения умры возмещения. В последний, третий день пребывания пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Мекке. То есть, согласно условиям договора, он имел право приехать и оставаться в Мекке на протяжении трех дней. Итак, на третий день пришел посланец Хурайшитов и сказал, что это был последний день. Пришло время уезжать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, решил воспользоваться этим случаем, чтобы продлить свое пребывание в Мекке. Он сказал, «Я только что договорился о женить бинам Аймуни». В достоверном хадисе приводится, что он сказал, что вы от этого теряете, в чем проблема? Что вы потеряете от того, что я проведу еще один день и отпраздную свою свадьбу среди вас? На следующий день мы приготовим праздничное угощение. Вы сможете прийти и отведать его. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пытался использовать случай с женитьбой на Маймуни, чтобы как-то смягчить, сблизить сердца людей, создать радостную и дружественную атмосферу. Давайте проведем праздничное мероприятие. Конечно же, еду мы приготовим сами. Кому сейчас не хочется мяса? Принесем в жертву животных. Вы придете, мы приглашаем вас. Давайте устроим праздничный пир. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, попытался хоть как-то смягчить сердца курайшитов. Однако в ответ последовало «Мы не нуждаемся в твоей еде. Уходи отсюда!» Таков был договор. Таковы были и условия договора, и они не разрешили провести мероприятие. Курайшиты со своей стороны настаивали на полном соблюдении условий договора. Из этого случая становится очевидным, что попытка изменить условия договора является дозволенной. Даже в ситуации, когда договор все еще в силе, вы можете договориться об изменении его условий. Вам дозволено предпринять попытку договориться об изменении его условий. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, попытался это сделать. Однако курайшиты имели право не соглашаться, поэтому он не настаивал. У курайшитов было право отказать, поскольку договор предусматривал всего три дня в Мекке. Поэтому у них было право отказать. Все же пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предпринял попытку остаться еще на один день, но они ответили ему отказом. Так, по прошествии трех дней, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был вынужден покинуть город согласно условиям договора. По другой версии, никях не был заключен в Мекке. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, уехал и оставил своего слугу и помощника, точнее, своего Мауля, освобожденного раба, вольноотпущенника, Абу Рафиа. Абу Рафи ждал, пока Маймуна подготовится, а затем сопровождал ее в пути. Он шел пешком, она ехала верхом на верблюде. Он сопровождал ее, пока они не настигли караван в месте под названием Сариф. Три буквы – син, ра, фа. Эта местность под названием Сариф находится на расстоянии примерно в 15 километрах от Каабы. Она расположена сразу за пределами территории Аль-Харам. В книгах по Сире приводится, что, когда Маймуна ехала верхом на своем верблюде, то ли из-за стеснительности, то ли из-за волнения, она не знала, что сказать. Она не знала, что положено говорить в подобной ситуации, поэтому она сказала, «Этот верблюд и все, что на нем – это подарок Пророку, да благословит его Аллах и приветствует». То есть, я дарю этого верблюда, и все, что на нем – Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Подобная формулировка – «слава о подарке» – вызывает еще ряд противоречий. Не таких прямо серьезных противоречий, но все же определенные противоречия вызывал вопрос, является ли Маймуна одной из тех, о ком упоминается в Коране в 50-м аяте суры Аль-Ахзаб. В этом аяте упоминается одна из категорий женщин, которые… «ВАХАБАТ НАФСАХАЛИН НАБИЙ». То есть, женщина, которая подарила себя – «ВАХАБАТ НАФСАХА». Слово «ВАХАБАТ» означает, что женщина могла сама сделать предложение, прийти и сказать. При этом присутствие опекуна не требовалось, так как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, считался опекуном для всех. Таким образом, опекун не был нужен. В Коране упоминается особый случай, в котором… «ВАХАБАТ НАФСАХАЛИН НАБИЙ ИН АРАДАЛИН НАБИЙ ИН ИСННАНКИХАХА» «Если женщина желает подарить себя Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, он может принять такое предложение». Далее Аллах говорит, «Такой вид брака разрешается исключительно только для тебя, о Пророк, не для других верующих». В Коране все изложено предельно ясно. Итак, что касается категории женщин, которые подарили себя ВАХАБАТ НАФСАХА. Мы сейчас оставим эту тему и вернемся к ней примерно через 20-30 минут, после чего продолжим наш разговор на тему ВАХАБАТ НАФСАХА – женщин, которые преподнесли себя в дар. Но в данный момент просто запомните, что некоторые ученые говорили, что Маймуна была из числа тех женщин, которые ВАХАБАТ НАФСАХА преподнесли себя в дар. Другие ученые говорят, что она была единственной женщиной, которая ВАХАБАТ НАФСАХА. Остальные говорят, что данный случай не имеет никакого отношения к этой теме. Она сказала фразу, что дарит себя, однако, по сути, не относится к категории женщин, которые преподнесли себя в дар. В качестве доводов они приводят тот факт, что у нее был опекун, ее опекуном был Аббас, а также тот факт, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал ей предложение посредством Джаффара, или Абу Рафиа, а также потому, что, согласно некоторым версиям, ей был выплачен брачный дар, махр. Однако, концепция женщины, которая ВАХАБАТ НАФСАХА, предполагает отсутствие брачного дара. То есть, женщина словно говорит, «Мне не нужен брачный дар, я всего лишь хочу стать одной из матерей правоверных». Аллаху ведомо лучше. Я придерживаюсь того мнения, что она не относится к числу тех женщин, которые преподнесли себя в дар. Она была такой же матерью правоверных, как и остальные жены. Их никях был заключен по обычным правилам. Единственным исключением был никях Зейнаб, который был заключен посредством откровения, которое Аллах, Свят Он и Возвышен, не спасал в Коране. Есть сообщения, в которых приводится, что ее звали Барра, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, во время никяха дал ей имя Маймуна. Это уже не первый случай, с которым мы сталкиваемся. Приводится, что Джуайрию звали Барра, и Зейнаб бин Таджахш также звали Барра, а затем Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал им другие имена. Возможно, так произошло по причине того, что кто-то из передатчиков мог запутаться в них троих, или же по причине того, что их всех звали Барра, или же по причине того, что за 20-30 лет до их замужества имя Барра было очень распространенным. Мы с вами знаем, что временами некоторые имена становятся очень популярными, поэтому несложно предположить, что в то время многих женщин звали Барра. Ранее мы уже разъясняли, что это имя было неподобающим, поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал ей имя Маймуна. В этом заключалась милость для нее, потому что имя Маймуна означало «благая», благословенная. То есть, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал ее Маймуной, имея в виду, что Аллах, Свят Он и Возвышен, благословит ее. Ее назвали таким прекрасным именем, и это стало для нее великим благом и милостью. Итак, в местности под названием Сариф, за пределами Мекки, был установлен шатер для брачной ночи. От Маймуны передается, «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, женился на мне, когда он уже вышел из состояния Ихрама, в местности Сариф». Итак, это повествование, которое также приводится в Сахихе Муслима, противоречит версии Ибн Аббаса, который сказал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, женился на Маймуне, когда находился в состоянии Ихрама. Вследствие этого преимущество отдается непосредственному участнику событий. Маймуна описывала этот случай, а Ибн Аббас был сторонним наблюдателем, несмотря на то, что она была его тетей. Но в этом конкретном случае он мог ошибаться. Все это указывает нам на то, что иногда сообщения могут быть достоверными. Однако любой человек, даже сподвижник, может ошибаться. Возможно, что в этом случае Ибн Аббас просто-напросто ошибся или забыл, и поэтому сказал, что никях был заключен в состоянии Ихрама. Ибн Уль-Каим в своей известной книге Заду-ль-Ма'ад очень подробно описал все противоречия, связанные с тем, где именно произошла женитьба. Нет нужды пересказывать все те 15 страниц текста. Это противоречие достаточно известно, его уже давно решили. Почему? Потому что Ибн Аббас дал фетву о том, что человеку, находящемуся в состоянии Ихрама, разрешено делать предложение о браке. Это его фетва. Всем, кто совершал умру или хадж, известно, что данного мнения нет ни в одном из мазгабов. Но изначально такой была фетва Ибн Аббаса. Он считал запретной супружескую близость в состоянии Ихрама. Однако он говорил, что заключать никях разрешено, исходя из его понимания случая с Маймуной. В ранний период Ислама между сподвижниками и табиинами существовали разногласия по этому вопросу. Поэтому у нас имеется множество сообщений. Маймуна сказала, «Я вышла замуж, когда пророк вышел из состояния Ихрама». Абу Рафи'а, который передавал предложение от пророка до благословитива Аллах и приветствовать Маймуни, также сказал, что он женился, когда вышел из состояния Ихрама. Но Ибн Аббас посчитал, что он женился в состоянии Ихрама. Поэтому он издал фетву о дозволенности заключения никяха в состоянии Ихрама. Данная ситуация относится к числу классических противоречий. Ибн Аль-Каим приводит мнение одного ученого, что, возможно, Ибн Аббас имел в виду, что он находился на территории Ихрама, а не в состоянии Ихрама. Он находился на территории Аль-Харам в Мекке, а не в состоянии Ихрама. Но даже это мнение не решает противоречия, так как Сариф находится за пределами Аль-Харама. Чтобы поставить точку во всей этой истории, можно допустить, что Ибн Аббас просто ошибся, да будет доволен им Аллах, и все люди ошибаются. Никях не был заключен в Мекке, тем более в состоянии храма. Все произошло в местности Сариф, за пределами города Мекки. И очевидно, что не в состоянии храма. Итак, когда же была эта свадьба? Конечно же, это была последняя женитьба нашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Она произошла в так называемый год Умры возмещения, в седьмом году Хиджры, в месяц Зуль-Ка'да, на обратном пути после совершения Умры возмещения. Итак, месяц Зуль-Ка'да, седьмого года Хиджры. Принятие ею Ислама и ее замужество способствовали тому, что вскоре все ее племя, племя Бану-Хилляль, также приняло Ислам. История племени Бану-Хилляль была очень интересной. Однако, мы не будем сейчас на этом останавливаться, так как это не относится непосредственно к нашим урокам. Племя Бану-Хилляль является одним из самых известных племен в ранний исламский период, и оно сыграло очень важную роль в военных завоеваниях, а также в политических и стратегических вопросах, а также в заселении новых завоеванных территорий. Племя Бану-Хилляль было одним из основных племен, которое участвовало в завоевании Ирака и Северной Африки. Бану-Хилляль было известно как главная арабская племя, присутствовавшая в Северной Африке, а затем и в Андалусии. Всему этому способствовала женитьба Пророка — да благословит его Аллах и приветствует — на Маймуне. Многие арабы в том регионе являются потомками этого племени, в числе которых был известный ученый Та'къюддин аль-Хилляли, первый ученый, который перевел на английский Сахих аль-Бухари. Он принадлежал к племени Бану-Хилляль. Умар аль-Мухтар — лев в пустыне, также принадлежал к племени Бану-Хилляль. Все арабы того региона были потомками Бану-Хилляль. Это небольшое отступление о Бану-Хилляль. Но давайте вернемся к нашей истории. Маймуна была тетей Ибн Аббаса. У нас имеется сведение о том, что Ибн Аббас оставался на ночь в доме своей тети Маймуны. В то время Ибн Аббас был еще несовершеннолетним, ему было примерно 10, 11 или даже 9 лет. Мы не знаем, в каком именно году это было. Относительно этого имеются достоверные сообщения, которые приводятся в сахихах Муслима и Аль-Бухари. Ибн Аббас сказал «Однажды я остался на ночь со своей тетей Маймуной и Пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Они оба лежали на кровати, а я лежал поперек». То есть, они вдвоем лежали вдоль, а он, будучи еще ребенком, лежал поперек кровати. Затем, около полуночи, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проснулся, протер свое лицо и прочитал последние 10 аятов суры «Аль-Имран». Какие это аяты? Как они начинаются? Две недели назад, в Рамадане, мы проходили это. Ибн Аббас в своем сообщении говорил об этих аятах. Затем Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал и совершил омовение из сосуда, висящего на стене. Затем он встал на молитву. Я также повторил за ним и встал на молитву. Однако я встал слева от него. Он взял меня за ухо своей правой рукой и аккуратно оттянул меня так, чтобы я встал справа от него. Затем он совершил два ракаата, затем еще два ракаата, еще два ракаата, еще два и еще два. После этого он совершил витр, лег на правый бок и лежал до тех пор, пока не пришел Муадзин и не возвестил о том, что настало время молитвы. Он прочитал два коротких ракаата, а затем отправился на утренний намаз. Это прекрасное сообщение о том, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал молитву «Тахаджуд». Передается нам от Ибн Аббаса, который имел честь и такую редкую возможность провести ночь вместе со своей тетей Маймуной. В то время, когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, находился у нее. Он, будучи ребенком, увидел, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал «Тахаджуд» и передал нам подробности того, как совершается этот намаз. Это одни из тех сведений, которые имеются у нас относительно Маймуны. Однако позже, в восьмом, девятом и десятом году хинджры, у нас практически нет никаких сведений о Маймуне, да будет доволен ей Аллах. После смерти Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в годы фитны, о ней абсолютно не приводится никаких сообщений, что свидетельствует о том, что она вела очень тихий и спокойный образ жизни, не вмешивалась в происходящие события и конфликты. Она умерла после совершения хаджа в пятьдесят первом году хиджры. Она прожила долгую жизнь, почти сорок лет после смерти Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Она пережила практически всех остальных жен, за исключением немногих Аиши и еще нескольких, которые жили в то время. То есть, она пережила большинство из них. Она попросила, чтобы ее похоронили на том самом месте, где был установлен ее свадебный шатер, в котором прошла ее брачная ночь с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Она хотела, чтобы ее похоронили на том самом месте. Согласно одной из версий, она заболела в Мекке и умерла там же. Однако, это недостоверное мнение. Более достоверная версия, которая приводится у имама Аль-Бухари в его справочнике «Ат-Тарихуль-Кабир» не в Сахихи, а в его биографическом справочнике приводится, что она заболела, находясь в Мекке. Когда она поняла, что уже находится при смерти, она сказала «Я слышала, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует», сказал. Это было предсказанием. «Я слышала, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне, «Ты не умрешь в Мекке». Очень странные слова. Она поняла, что находится при смерти, поэтому ей следует покинуть Мекку. Она приказала своему племяннику, Ибн Аббасу, и еще нескольким своим племянникам, которых у нее было много. Сыновья Аббаса и сыновья Джа'фара – все они были ее племянниками. Она попросила, чтобы ей помогли добраться до местности сариф и положили под тем самым деревом, где находился ее свадебный шатер почти полвека назад. На том же месте она скончалась, а ее племянники и все, кто находился рядом, прочитали за упокойную молитву Джаназу именно там. В том же месте была выкопана могила. Когда они подняли тело, Ибн Аббас сказал «Не трясите и не раскачивайте ее тело, несите его осторожно, ведь она – ваша мать». Ее могила до сих пор находится на том самом месте, посреди пустыни. Она не была похоронена на кладбище Аль-Бақы, подобно остальным женам пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ее похоронили в местности сариф, за пределами Мекки. Джаназу по ней совершил Ибн Аббас. Ибн Аббас вместе с некоторыми ее племянниками опустили ее тело в могилу и закопали ее. Когда эта весть дошла до Аиши, она сказала «Теперь маймуны больше нет». И, клянусь Аллахом, она была одной из самых богобоязненных среди всех нас, и она была из тех, кто поддерживал родственные связи. Она умерла в возрасте около 80 лет, в 51 году хиджры. Ей было около 80 лет. Она передала несколько хадисов от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Семь из них являются муттафақун алейхи – согласованными. Один из них есть только в Сахихи Аль-Бухари, пять – только в Сахихи Муслима. Всего она передала около 13-15 хадисов от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Большинство этих хадисов повествует о ее жизни с ним, из которых вытекают некоторые правовые нормы. Ввиду ограниченности времени я не буду приводить все эти хадисы, я лишь приведу некоторые из них. Один из них – самый известный хадис, который приводится в книгах по фикху. Каждый раз, когда вы изучаете книги по хадисам, имеющим отношение к фикху, вы будете встречать этот хадис, переданный от Маймуны, в котором она говорит «Когда у меня были месячные, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, молился в моей комнате». Иногда, когда он совершал земной поклон, его тело касалось моего тела, моя одежда касалась его. То есть, женщина во время менструации не становится нечистой, так же, как и ее одежда не становится нечистой, поскольку ее одежда касалась Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда тот совершал земной поклон. В Сахихе аль-Бухари приводится еще один хадис о том, что она освободила девушку-рабыню. Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, пришел навестить ее, она спросила «Разве ты не заметил, что я освободила свою служанку?». Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил «Если бы ты отдала ее в качестве милостыни некоторым из своих бедных родственников по материнской линии, это было бы лучше». То есть, дать милостыню родственникам лучше этого. Есть также другие сообщения, из которых вытекают правовые нормы. К примеру, она описывала, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал полное омовение. Повторюсь, все эти сообщения хорошо известны. Если вы когда-либо будете изучать книги по хадисам, связанные с фикхом, правовыми нормами, вы встретите эти хадисы от Маймуны. Вкратце, прежде чем приступить к завершающим вопросам, я коснусь темы касательно понятия женщины, которая вахабат нафсаха. Еще раз повторюсь, это понятие приводится в Коране. Говоря о матерях правоверных, нам необходимо каким-то образом остановиться на этой теме. А так как Маймуна, вероятнее всего, подходит к этой теме, давайте постараемся быстро рассмотреть ее, а затем будем двигаться дальше. Данное понятие вытекает напрямую из Корана, из 50-го аята суры «Аль-Ахзаб», в котором Аллах, Свят Он и Возвышен, говорит о тех женщинах, на которых дозволено жениться. И среди прочих категорий появляется фраза «Каждая женщина, которая…», которая преподнесла себя в подарок пророку. Если пророк, да благословит его Аллах и приветствует, захочет жениться на ней, он не обязан этого делать. Если он захочет, тогда может жениться на ней. Даля Аллах говорит. «Это разрешено только тебе, не остальным верующим». Аллах говорит. «Мы знаем, что мы предписали им относительно их жен и невольниц, которыми овладели их десницы. Тебе сделаны исключения для того, чтобы ты не испытывал никакого стеснения. Мы знаем, что предписали им. Раз уж мы затронули эту тему, и вы знаете, что я стараюсь тщательно подходить к изучению, я пытаюсь говорить не на самом сложном научном уровне, а примерно на уровне выше среднего. Если я буду раскрывать эту тему на высшем уровне сложности, слушать меня станет неинтересно. Насколько смогу, я постараюсь раскрыть эту тему на понятном вам языке, на том уровне, который не требует знания шариатских наук, науки по хадисам и снадам. Итак, мы должны быть знакомы с понятием «женщина, которая вахабад нафса-ха». Чтобы лучше понять его, давайте обратимся к согласованному хадису. Мутафа'к Алии, который есть в достоверных сборниках Аль-Бухари и Муслима. Сагль ибн Са'ад передает, «Однажды женщина пришла к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказала, «О посланник Аллаха, я пришла, я предлагаю себя в дар тебе». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посмотрел на нее, посмотрел сверху вниз. «Тхумма та'таа ра'саху». Затем он опустил голову и ничего не сказал. Когда женщина поняла, что он ничего не будет делать, то есть, он не сказал «да», она села. Тогда поднялся другой мужчина и сказал, «О пророк Аллаха, если ты не женишься на ней, могу ли тогда я жениться на ней?» Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, «Что у тебя есть в качестве махра?» Он ответил, «Клянусь Аллахом, о пророк Аллаха, у меня ничего нет». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Отправляйся домой и посмотри, что ты сможешь найти в качестве махра». Он вернулся и сказал, «Нет, клянусь Аллахом, о пророк Аллаха, я не смог ничего найти». Он сказал, «Иди и найди хотя бы железное кольцо, не золотое, не серебряное, просто железное кольцо, найди хоть что-нибудь». Он сказал, «О пророк Аллаха, у меня нет ничего». Имелось в виду, что у него не было ничего лишнего или дополнительного. Очевидно, что у него был дом, в котором он жил, пища, которой он питался. Но чего-то такого, что можно было преподнести в качестве брачного подарка, к примеру, золота или серебра, у него не было. Тогда он спросил, «Знаешь ли ты что-нибудь из Корана?» Он ответил, «Да, я знаю такие и такие суры». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Тогда я выдаю ее за тебя замуж, а в качестве брачного дара ты научишь ее Корану». Это известный хадис, все вы его знаете, он касается темы обучения Корану. Но в данном сообщении нас больше интересует первая его часть. Обычно в книгах по фикху говорят о второй части этого хадиса, то есть о том, что «махр» не обязательно должен быть в денежном выражении. Это вторая часть. Но нас интересует первая часть. Женщина приходит и говорит «Я предлагаю себя в дар», как в аяте из Корана. Подумайте об этом. Данный случай указывает на то, что это понятие было известно, и эта женщина следует аяту. Конечно, женитьба не является обязательной, должна быть некая симпатия между мужчиной и женщиной. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не захотел жениться на этой женщине, поэтому он не согласился. Понятие «женщина, которая преподнесла себя», как я ранее уже говорил, предполагает то, что в таком случае махр не требуется. Инициатива исходит со стороны женщины, она сама должна сказать «Я дарю себя». Однако далее Аллах сказал «Это дозволяется только тебе». Братья, перестаньте фантазировать и мечтать. Любая женщина не может просто так прийти и сказать «Я дарю себя», это запрещено. Это было дозволено только Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Правовая сторона этого вопроса также указывает на один общеизвестный факт. Когда кто-либо делает предложение, ему дозволено смотреть на того, кому он делает предложение, рассматривать его, как сказано в хадисе. В наши дни эта правовая норма не применяется, так как сегодня все свободно смотрят друг на друга. Это серьезная проблема. Мы должны удерживать свой взор в Фейсбуке, Инстаграме и прочих соцсетях. У нас проблема совсем в противоположном. Эти правовые нормы притворялись в очень консервативном обществе, когда ученые разрешали взглянуть на женщину, на которой человек собирался жениться. Но сегодня проблема совершенно иная. Никто не спрашивает разрешения, чтобы взглянуть на женщину. Наоборот, надо предостерегать, чтобы никто лишний раз не рассматривал друг друга. Проблема совсем другого характера, мы ушли в другую крайность. Тем не менее, правило предполагает, что люди могут рассматривать друг друга прежде, чем жениться, чтобы убедиться, что они хотят жениться друг на друге и так далее. Здесь возникает вопрос, относится ли кто-то из жен Пророка к категории тех, кто преподнес себя в дар? Некоторые ученые, в их числе Ибн Шихаб Аз-Зухри Аз-Зухри – это известный ученый, считал, что Маймуна была из числа тех, кто предложил себя в дар. Однако, в то же время, как я ранее уже говорил, ее случай не похож на это. Аз-Зухри опирается на сообщение, в котором она приехала к нему на верблюде в Сариф и сказала, «О Пророк Аллаха, этот верблюд и все, что на нем – это дар тебе, то есть, я теперь твоя жена». Но, в данном случае, больше похоже на то, что она не преподнесла себя в дар, а просто инициировала предложение, как в случае с Хадиджей. Инициатива исходила от нее. Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, узнал об этом, он дал свое согласие, а затем отправил официальное предложение. После этого был заключен брак. Такая оценка ситуации кажется более точной. Также существует сообщение о том, что ей был дан брачный дар, подобно тому, как был дан всем остальным женам. Учитывая все это, данный случай, скорее всего, не относится к категории женщины, которая вахабат нафсаха. Были ли другие случаи или нет, об этом мы поговорим чуть позже, если на то будет воля Аллаха. Теперь же мы подходим к завершению цикла лекций на тему Матери правоверных. Но прежде чем мы завершим его, нам нужно вкратце пройти одну часть, которую очень-очень и очень редко упоминают. Многие из вас, возможно, вообще впервые услышат все это. Если бы я не придерживался принципа проводить подробные и всеохватывающие уроки, тогда я бы тоже не упоминал этих сведений. Однако я придерживался этого принципа хвала Аллаху на протяжении последних девяти лет. Теперь я не могу не рассказать вам об этом. Вы должны это знать. Вопрос заключается в следующем. Это все его жены, те 11 женщин, истории которых мы подробно изучили. Иногда бывало так, что одно из них было посвящено по 3-4 лекции. Но, по меньшей мере, каждой из наших матерей была посвящена одна лекция. Лекция про маймуна оказалась самой короткой, потому что у нас имеется очень мало сведений о ней. Это все, что нам известно о ней, все, что мы знаем. Но вопрос в другом – были ли еще другие женщины? Для большинства мусульман, особенно в наши дни и в наше время, когда никто не читает классические труды, даже не возникает вопросов на эту тему, она им кажется уже закрытой. Тем не менее, в ранне-исламский период существовали различные точки зрения. По поводу 11 жен было единогласное мнение о том, что он женился на них и жил с ними. Шестеро было из племени Курайш. Хадиджа, Сауда, Аиша, Хафса, Рамля бинт Аби Суфьян и Умм Саляма. Шесть жен из племени Курайш. Четыре жены принадлежали к другим арабским племенам. Зейнаб бинт Джахш, Зейнаб бинт Хузейма, Маймуна бинт Туль-Харис и Джуайрия. Все они происходили из других арабских племен. Шесть и четыре будет десять. Одна жена не была арабкой. Она была… нет, нет, нет. Сколько раз мы уже повторяли, что Мария не была матерью правоверных, она была наложницей. Итак, одной из последней из матерей правоверных была, вы знаете ее, София, не была арабкой, София бинт Хуйей, всего одиннадцать жен. По поводу этих одиннадцати жен нет разногласий. Все они вышли замуж за пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и жили с ним. Из этих одиннадцати жен двое умерли еще при его жизни. В этом также не было разногласий. Какая из жен умерла первой? Хадиджа, хвала Аллаху, вы хотя бы это знаете. Первый вопрос, на который ответило большинство из вас. А какая из жен умерла второй? Зейнаб. Какая из них? Зейнаб бинт Хузейма. Первая, Зейнаб, вы правы. Хорошо, мы принимаем ваш ответ. Зейнаб бинт Хузейма. Итак, когда он умер, остальные девять жен были еще живы. Это иджмаа, единогласное мнение ученых. Подводя итог, давайте очень быстро, очень быстро постараемся повторить все их имена и даты свадьбы. Я понимаю, что это нелегко запомнить, поэтому я быстро повторю. Хадиджа бинт Хувейлид вышла замуж за 25 лет до хиджры, верно? Вторая жена, Сауда бинт Зам'а или Зума'а, передается и так и так. Сауда вышла замуж за год до хиджры, в год переселения. Аиша. Ее брак был заключен за год до хиджры, а супружеская жизнь началась в месяце Шауаль, второго года хиджры. Аиша. Месяц Шауаль, второго года хиджры. Хафса. Месяц Шаабан, третьего года хиджры. Спустя год после женитьбы на Аиши. Зейнаб бинт Хузейма. Месяц Рамадан, третьего года хиджры. Через месяц после Хафсы. Ум Саляма. Месяц Шауаль, четвертого года хиджры. Через год после Зейнаб. Зейнаб бинт Джахш. Месяц Зулькаада, пятого года хиджры. через год после Умм Салямы, Джуайрия бин Туль-Харис, месяц Ша'бан, шестого года хиджры, через год после Зейнаб. То есть, примерно каждый год заключался один брак. Следующей была Умм Хабиба, Рамля бинт Аби Суфьян, дочь Абу Суфьяна. Их никях был заключен в шестом году хиджры, в то время как она находилась… где она находилась? В Аббиссинии. Супружеская жизнь началась в месяц Мухаррам или в месяц Раби'у'ль-Авваль, седьмого года хиджры, когда они вернулись из земель Аббиссинии, это Умм Хабиба. Далее идет София бинт Хуей. Ее никях был после Хайбара, то есть спустя месяц или два после того, как Умм Хабиба приехала в Медину, в месяц Зуль-Ка'ада или Мухаррам или Раби'у'ль-Авваль, седьмого года хиджры, а затем Маймуна. Их брак был заключен в месяц Зуль-Ка'ада, седьмого года хиджры. Последние три брака были заключены практически один за другим. До этого времени, после смерти Хадиджи, практически каждый год заключался один брак. Как мы уже говорили ранее, вопрос заключается в следующем – были ли они единственными его женщинами? Бесспорно, нет никаких сомнений. Это может шокировать вас, но были еще женщины, с которыми был заключен никях. В том, что были заключены другие браки, в этом вопросе практически нет разногласий. Вопрос в том, была ли супружеская близость после заключения брака или нет. В этом вопросе есть разногласия. Но сам факт того, что были заключены также еще и другие браки, упоминается практически во всех книгах по Сирии по хадису. Но большинство людей не читают этих книг. Противоречия возникают именно в этих вопросах. И чтобы быть предельно честным, можно провести целую лекцию или даже две на тему всех имеющихся риваятов. Некоторые говорили, что никях был заключен с двенадцатью женщинами. Некоторые сказали, что с тринадцатью. Кто-то сказал, что с четырнадцатью, а некоторые даже с пятнадцатью. Однако у нас нет возможности рассматривать все подробности этих сообщений в рамках наших лекций, так как они не имеют решающего значения. Однако я посоветую тем, кому интересна эта тема, обратиться к наиболее подробному обсуждению данной темы, которая мне когда-либо встречалась. Это работа средневекового ученого Аз-Заркани, который был известным ученым Маликидского Мазхаба. Он написал энциклопедический комментарий к Сири под названием «Шархуль мавахибил ладунния», в который он приводит все сообщения. Причем некоторые сообщения являются слабыми. У некоторых сообщений нет и снада, цепочки передатчиков. Он просто привел все сообщения, в которых упоминается двадцать с три женщины. Некоторые из них были наложницами. Сообщения о некоторых из них являются недостоверными. Однако суть в том, что все эти сообщения приводятся в классических трудах. Не все из них являются достоверными. Я приведу некоторые из тех, которые приводятся там, а затем постараюсь объяснить. Больше всего разногласий вызывает история одной женщины по имени Райхана бинт Шам'ун. Даже просто по ее имени можно догадаться, что она не была арабкой. Она была из племени Бану-Курайза, племя, с которым произошел известный всем инцидент после битвы Урва. Если вы помните случай, произошедший с Бану-Курайза, когда женщины попали в плен и стали наложницами, Райхана досталась пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предложил ей принять ислам. Он сказал, что если она примет ислам, то получит свободу и станет одной из матерей правоверных. Согласно одному мнению, она приняла ислам и стала матерью правоверных. В этом вопросе возникает разногласие. Тем не менее, она умерла в 10-м году хиджры, и у нас нет подробных сведений о ней. Более правильное мнение, которое передается с достоверным и снадом, заключается в том, что она сначала отказалась принимать ислам, что очень задела пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Однако потом она сказала, что она принимает ислам, но желает остаться наложницей, чтобы не возлагать на себя ответственность, как мать правоверных. Она решила остаться наложницей и не стала женой пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому она умерла не как мать правоверных, а как наложница. Она умерла в 10-м году и была похоронена на кладбище Аль-Ба-Ки'а. Ее звали Райхана. Именно поэтому возникают разногласия. Некоторые из ранних ученых считают ее 12-й женой. Однако другие утверждают, что она не была 12-й женой. Никях не был заключен, поэтому она осталась наложницей. Существует еще два достоверных хадиса о заключении никяха. Есть определенные трудности, связанные с ними. И если бы не то условие, которое я поставил для себя, что мы будем стараться раскрывать все подробности, не скрывая ничего, тогда я бы не упоминал ничего из этого. Но, как я уже ранее говорил, лучше, если вы услышите это от меня, чем прочитаете где-то в другом месте. Первый хадис приводится в Сахихи Аль-Бухари, а также в других книгах по хадису. Это достоверное сообщение, в котором говорится про женщину из племени Аль-Джаун, племя, которое называлось Аль-Джаун, женщину из племени Аль-Джаун. Этот случай упоминается в Сахихи Аль-Бухари и во многих других книгах по хадису. Некоторые подробности того происшествия очень сомнительные. Однако нам доподлинно известно, и это приводится в Сахихи Аль-Бухари, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зашел к ней после никяха, поднял ее хиджаб, после чего она сказала, «Прибегай к защите Аллаха от тебя». Он сказал, «Ты попросила защиты у того, кто великий и могуч. Возвращайся к своей семье». Он отдал ей махр, и их брак на этом был расторгнут. Если ты ищешь защиту от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тогда ни о каком браке не может быть и речи. Тогда возникает вопрос, как она могла такое сказать? По этому поводу возникают разногласия. То, что никях был заключен, является известным фактом, о нем приводится у Аль-Бухари. Это сообщение достоверно. Никях был заключен, однако половой близости не было. Итак, почему она сказала это? Повторюсь, что подробности этого происшествия очень сомнительные. Приводятся три мнения. Лично я склоняюсь к первому мнению. В разных книгах не у Ибн Исхака, а в более поздних книгах мы находим некоторые подробности, в которых говорится, что она была дочерью вождя племени Аль-Джаун. Вождя звали Ан-Нуман. Он прибыл в Медину и сказал, «О Пророк Аллаха, почему бы тебе не жениться на моей дочери? Она такая-то и такая». Он начал описывать ее, расхваливать ее, говоря, «У тебя есть столько жен, тебе следует жениться и на моей дочери, она самая-самая» и так далее. И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Хорошо, я женюсь на ней». Видимо, она сама не хотела выходить замуж. По одной из версий, она была гордой и высокомерной. Она не хотела выходить замуж, и по какой-то причине она не была рада решению своего отца, поэтому она и сказала те слова. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Хорошо, тогда возвращайся к своей семье» и отправил ее обратно. Эта версия кажется более правильной. Видимо, в ней была некая надменность, принятие ислама было не по ее воле, поэтому и произошло то, что произошло. Ибн Хаджр упоминает, что, возможно, она была в некоторой степени психически неуравновешенной, что также не противоречит первой версии. Третье мнение, которое также упоминается, однако я не смог найти никаких доказательств в его пользу, заключается в следующем. Если оно верно, тогда возникает целый ряд проблем. Однако, повторюсь, нет никаких доказательств в его достоверности. Возможно, кто-то из жен подговорил ее сказать эти слова, ее обхитрили, чтобы избавиться от нее. Эта версия достаточно проблематичная, нет доказательств в ее достоверности. Однако она упоминается в некоторых классических трудах, и Аллах, Велик Он и Могуч, знает лучше. Суть в том, что ник'ях был заключен. Эта девушка происходила из племени Аль-Джаун. Вероятно, ее звали Амра. Возможно, но опять-таки подробности этого случая очень сомнительные. Теперь третий случай, по поводу которого имеются разногласия. Итак, мы говорили о Рейхани. Мы говорили о девушке из племени Аль-Джаун. Теперь мы переходим к девушке из племени Гифар. Сподвижники скрывали имена этих девушек, так что мы даже не знаем, как их звали. Пусть эти подробности останутся скрытыми от нас. Данное сообщение приводится в ряде классических книг, включая Сахиха Аль-Бухари. Нет, простите, не в Сахиха Аль-Бухари, а в книге Ат-Тариху-ль-Кабир, его биографическом справочнике. Также в некоторых других книгах упоминается эта женщина из племени Гифар, Аль-Гифария. С ней был заключен ник'ях. Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, зашел к ней, он поднял хиджаб. Под словами «поднял хиджаб» имеется в виду, что с этого момента они находятся наедине. Он увидел, что у нее была какая-то болезнь. Приводится такое описание. Чашх – это область на теле человека, Бог. А слово «баяд» – это медицинский термин, означающий белизну. Возможно, речь шла о белых пятнах. Напомните мне, как они называются. Есть ли среди нас врачи? Витилиго. Возможно, это была болезнь Витилиго, верно? Некоторые сказали, что, возможно, это была проказа. Другие сказали, что в те времена арабы считали, что Витилиго было предвестником проказы. Такими были их представления. Что бы там ни было, это все технические научные термины, а в тексте просто говорится «баяд» – белизна. Что это означало? Была определенная болезнь или определенная проблема. Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел это, он приказал ей возвращаться к своей семье и отдал ей ее брачный дар. Данный хадис приводится в книгах по фикху, в теме брака, о том, что супруги не должны скрывать ничего из того, что может оказать влияние на женитьбу. Если один из супругов скрыл что-либо, при этом мы не говорим о тех вещах, которые ему были неизвестны. Нет. Мы говорим о таких случаях, когда, к примеру, у человека была болезнь, о которой никто не знал, как, например, начальная стадия рака. Если человек знал о проблеме, которая может повлиять на семейную жизнь, однако он намеренно скрывал ее, в таком случае ученые говорят, что у человека есть право расторгнуть брак, сделать фасх, есть право расторгнуть, аннулировать брак. Существует множество различных вариантов развития событий. Кстати, подобное явление носит двусторонний характер. Мужчина тоже должен рассказать об имеющихся у него проблемах, какими бы они ни были, если они могут оказать влияние на брак. Например, если мужчина знает, что не может иметь детей, что он бесплоден, ему запрещено жениться на женщине, не рассказав ей прежде об этом. Ему запрещено, это будет считаться грехом, если он поступит таким образом. Он не может скрывать такое. Он должен выбрать супругу, которая будет не против этого. Возможно, такую, которая также не может иметь детей. Если она тоже не может иметь детей и согласна, тогда все хорошо. Или, к примеру, если у нее есть дети от предыдущего брака, и она не хочет больше детей. Как бы там ни было, ни он, ни она не должны скрывать подобные факты. Если они скроют, тогда будет иметь место правило фасха, недействительности, расторжения договора. По правилам, в таких случаях мужчина не обязан отдавать брачный дар. Но пророк, да благословит его Аллах и приветствует, все равно отдал ей ее брачный дар. Хотя, по правилам, человек не обязан отдавать брачный дар в подобной ситуации. Итак, это история женщины из племени Гефар. И это еще один никях, который был заключен, и о котором имеются достоверные сведения. И в этом браке не было супружеской близости. Эти три случая являются наиболее достоверными из спорных вопросов. И я не буду затрагивать оставшиеся четыре или пять случаев. По меньшей мере, один или два раза происходило так, что заключался брачный договор между опекуном и пророком, да благословит его Аллах и приветствует, в присутствии свидетелей и с Магаром. Но самой невесты не было в Медине. И по каким бы то ни было причинам, она так и не смогла прибыть в Медину. Поэтому брак не состоялся. Опять-таки, существует ряд таких версий. Согласно одной из них, невеста умерла по дороге в Медину. То есть, имела место фактическая смерть. Подобные случаи и были. И повторюсь, поскольку они даже не происходили в Медине, нам эти случаи неизвестны. Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что по меньшей мере, количество никяхов, которые были заключены, было больше одиннадцати. Как минимум, их было тринадцать. Однако из их числа количество случаев, в которых есть подтверждение брачных отношений, равно одиннадцати. Поэтому именно это число хорошо известно среди мусульман. Также есть несколько случаев, когда женщины в Ахаббат нафсаха преподносили себя в дар Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Ранее мы уже привели пример с женщиной, чье имя не упоминается, что в очередной раз демонстрирует нам адапт сподвижников. Почему? Эта ситуация сама по себе очень неловкая, несомненно, очень неловкая. Тогда для чего упоминать ее имя? Мы даже не знаем ее имени, кем она была. Произошел также один известный случай с одной из самых известных сподвижниц. Во всей Сирии ее имя постоянно всплывает. Она была выдающейся личностью, маша Аллах! Она всегда играла очень заметную роль в историях из Сиры. Ее звали Хауля бинт Хаким. Ее муж был Усман ибн Мазун, который умер шахидом. Так что она осталась одинокой женщиной. И она предложила себя Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Однако тот не ответил, что означало отказ. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не говорил напрямую «нет», он просто не дал ответ. Также приводится множество других сообщений о женщинах, которые преподносили себя в дар. Насколько я смог продвинуться в изучении данного вопроса, достоверных случаев, подтверждающих то, что такой брак имел место быть, кажется, не было. Тогда возникает другой вопрос. Почему в Коране приводится данное понятие, если никогда не заключался такой брак? Может возникнуть такой вопрос. Почему был ниспослан аят, по которому никто не действовал? Кто-то может задать такой вопрос. Есть правило, в котором Аллах говорит «…кхалисата лекка мин дунил му'минит». Однако он, то есть Пророк, никогда не воспользовался этим правилом. Почему? Во-первых, мы не можем знать до конца, в чем была мудрость Аллаха, Свят Он и Возвышен. А во-вторых, можно предположить, просто предположить, что данный аят был ниспослан для того, чтобы подчеркнуть достоинства Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, перед уммой, и отметить некоторые привилегии, которые были у него и которых не имел никто другой, кроме него, чтобы оказать ему милость тем, что ему разрешены некоторые вещи, которые не разрешены больше никому другому. Как мы уже сказали, было несколько женщин, которые преподнесли себя в дар Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Ни вы, ни я не можем быть уверенными в этом, Аллаху ведомо лучше. Однако нам не известен ни один достоверный случай такого брака. В этом вопросе есть разногласия, так как Аз-Зухрий считал, что Маймуна относилась к категории ваххаббат нафсаха. Причиной этому послужили ее слова, однако кажется, что все-таки дело обстояло не так. Кажется, она просто таким образом сформулировала свои мысли. Нам осталось совсем немного. Хотите верьте, хотите нет, но были некоторые женщины, которым Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал предложение, но они отказали ему. Это уже другая категория. Когда я упомянул примерный список из 20 женщин, эта категория также была включена в него. Когда я сказал около 20, не думайте, что это количество браков. Это количество случаев, к которым относятся и наложницы, и те, которые преподнесли себя в дар, и другие. Все они составляют это количество. Причем не все случаи являются достоверными. По этой причине некоторые ученые, в частности Аз-Зухрий, сказал, что их было 14 или 15. Он сказал не 11, а 14 или 15. Очевидно, что случаев, когда имел место никях, было по меньшей мере 13. Итак, какую категорию мы сейчас рассматриваем? Те женщины, которым Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал предложение, однако, они отказали. Кто-то может привести пример? Одну я уже упоминал. Ее звали… Вы помните отца, теперь давайте вспомните дочь. Ум-Мхани. Вы знали, но не знали о том, что знали. Ум-Мхани. Она была старшей сестрой Али, да будет доволен им Аллах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал предложение Ум-Мхани. Конечно же, он знал ее с детства, они вместе выросли в доме Абу Талиба. Она была вдовой. После покорения Мекки, она овдовела. Итак, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал предложение Ум-Мхани, старшей сестры Али, дочери Абу Талиба. Но она ответила, «О Пророк Аллаха, поистине, ты для меня более любим, чем мои зрения и слух. Дело не в том, что я не желаю выйти за тебя замуж, однако права мужа очень велики, а мои дети еще маленькие. Я боюсь, что если я выйду за тебя замуж, я не смогу соблюдать права своих детей». Она сказала, «Если я выйду за тебя замуж, мои дети не получат от меня столько внимания, как если я останусь одна». То есть, она вообще не хотела выходить замуж, ни за кого вообще, именно по этой причине. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, знал, что она была искренней с ним в каждом сказанном ей условии. Она предпочла браку с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, воспитание своих детей в одиночку. Клянусь Аллахом, это материнская любовь. Только матери могут знать, что это за любовь. Мы лишь можем со стороны рассуждать на эту тему. Она отказалась выходить замуж, так как хотела посвятить себя воспитанию детей. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес известную фразу, которая приводится в Сахихи аль-Бухари. Этот хадис приводится в Сахихи аль-Бухари. Там нет описания самой ситуации, но она вам теперь известна. Это хадис о похвале в адрес женщин из племени Курайш. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Женщины из племени Курайш являются лучшими из женщин, садившихся на верблюдов. Они проявляют наибольшую доброту к детям и лучше всех следят за имуществом мужа». То есть, они проявляют справедливость. На то время Умхани должна была заботиться о своих детях, поэтому она не стала выходить замуж. Он похвалил Умхани за ее решение. Этот случай указывает нам на право матери и на милости материнства, а также на то, что жертвы, на которые идут матери, будут вознаграждены Аллахом, Свят Он и Возвышен. Клянусь Аллахом, мне бы хотелось, чтобы этот случай и этот хадис узнали как можно больше наших сестер, которые ухаживают за своими детьми, не имея мужей. Умхани отказалась быть из числа матерей правоверных, потому что хотела посвятить себя воспитанию детей. И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, похвалил ее за этот выбор, подтвердив, что лучшие из женщин – это женщины племени Курайш. Возможно, были также и другие случаи, однако самый достоверный случай произошел с Умхани. Однако, есть вероятность того, что были и другие случаи. Все они из того длинного списка, более 20 имен, по которому имеются разногласия и противоречия. И в заключении нашего цикла серии о матерях правоверных. Мы уже говорили о тех женщинах, с которыми Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, заключал никях, но не вступал в половую близость, а также о других случаях. Последний пункт в этой теме относится к наложницам. Опять-таки, эту тему обычно не поднимают. Согласно самому распространенному мнению, сколько у него было наложниц. Теперь ваша очередь. Как ее звали? Мария. Согласно общему представлению, всего была одна наложница. Нет никаких сомнений в том, что это неверно. Опять-таки, эти факты не упоминают. Никто из тех, кто изучает Сиру и книги по Сирии, об этом не говорит. Почему имя Мария всем известно? Из-за Ибрагима. Все знают, что из-за Ибрагима у Марии было особое положение. Но нет никаких разногласий в том, что у него также были и другие наложницы. Если вы будете изучать книги по Сирии и классические труды. Одну из них я уже назвал. Как ее звали? Пять минут назад. Вспоминайте. Райхана, да воздасть тебе Аллах благом. Хвала Аллаху. Райхана бин Шам'ун была еще одной наложницей. Она умерла примерно в 10-м году хиджры. То есть, в течение пяти лет, точнее, четырех с половиной лет, она была наложницей. Эти сообщения достоверные, в них нет никаких сомнений. Есть еще один случай, о котором есть достоверное сведение, и который я вкратце упомянул в контексте другой истории. Я не думаю, что вы запомнили. Это было несколько месяцев назад. Когда мы проходили истории матерей правоверных, я упомянул этот случай. Я говорил об этом. Очень хорошо. Очень хорошо. Машаллах. Очень близко. Продолжайте. Очень хорошо. Отлично. Машаллах. Отлично. Вы дали правильный ответ. Но у нас нет для вас подарка. Да воздаст вам Аллах благом, мы сделаем за вас дуа. Итак, я говорил о случае, произошедшем с Зейнаб бин Тджахш. Когда произошел известный вам инцидент, который мы оставим в стороне, вы помните о нем. Он произошел в конце жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует. На протяжении почти двух месяцев они не общались по причине ее слов. А затем, по какой бы то ни было причине, нам точно неизвестно. Возможно, он предчувствовал, что его время подходит к концу. Он решил исправить ситуацию, и она также осознала, что совершила ошибку. Она поняла, что совершила очень большую ошибку, и ей не следовало поступать так. Итак, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, простил ее, она была так рада, что сказала «Я дарю тебе свою джарью, девушку-рабыню». По правилам, рабыня жены не принадлежит мужу. До тех пор, пока жена сама не захочет и не скажет. Все, отныне она больше не принадлежит мне, она твоя. Она может подарить ее мужу. Самым ярким примером того случая во всей истории человечества был Ибрагим. Из-за Сары. Кому изначально подарили Гаджар? Нет, не Ибрагиму. Гаджар, правитель подарил Саре. Правитель подарил Гаджар Саре. И долгое время она принадлежала Саре. Когда же Сара потеряла надежду родить ребенка, только тогда она решила отдать мужу свою наложницу. Тогда Гаджар стала наложницей Ибрагима и родила ему сына Исмаиля. Это был самый известный случай. Зейнаб бин Таджаж подарила одну из своих или, возможно, единственную рабыню. Однако это длилось не больше месяца. Нам точно неизвестно ее имя. В одной книге приводится, что ее звали Нафиса. Это три наложницы, о которых нам достоверно известно. Возможно, была еще четвертая. В некоторых классических трудах приводится, что была еще четвертая. Однако ее имя не упоминается. Аллаху ведомо лучше. Остановимся на этом. На этом мы подходим к завершению темы матерей правоверных. Нет никаких сомнений в том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, жил с одиннадцатью женщинами, заключил брак и жил супружеской жизнью с одиннадцатью женщинами. Девять из них остались в живых после его смерти. Поэтому эти цифры всем известны. Несомненно, помимо них были заключены и другие браки. Но впоследствии он не жил ни с кем из этих женщин. Также было сделано одно, два или более того предложений, которые не были приняты по определенным причинам. Также есть категория женщин, которые преподнесли себя в дар. Кажется, что браков с такими случаями не было заключено. У нас нет примеров, подтверждающих это. Также есть истории наложниц. Нет сомнений в том, что их было три, вероятно, даже четыре. На этом мы завершаем нашу серию лекций, посвященных истории матерей правоверных. Если на то будет воля Аллаха, на следующей неделе у нас будет заключительная лекция. Я еще не определился с темой. Посмотрим, о чем будет эта лекция, иншаллаху та'аля. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркем ТВ. Развивайтесь вместе с нами.